В эфире современный разговор с депутатом Мили Меджли с Азербайджана, политическим аналитиком Расимом Мусабековым. Здравствуй, Расим, рад вас приветствовать. Здравствуй, Расим. Я уверен, что вы уже неоднократно вчера и позавчера комментировали то, что произошло, точнее не произошло в Англии в рамках четвертого саммита Европейского политического сообщества, когда армянская сторона, Пашинян отказался от встречи с Алиевом. Тем не менее, это достаточно важный элемент продолжающегося усилия по налаживанию отношений между Баку и Ереваном с целью подписания мирного договора. Что вы можете об этом сказать? Расим, я вообще не считаю таким уже это большим событием. Вообще, мы, на мой взгляд, должны меньше сейчас уже обращать внимание на подобного рода вещи. То есть, азербайджанская внешняя политика, азербайджанская геополитика, она более не замыкается на отношения с Арменией. И, ну, будет мирный договор подписан до конца года или не будет подписан до конца года. Прошла встреча с Пашиняном или не прошла встреча с Пашиняном? Что это меняет для азербайджана? Ничего не меняет. Что на границе азербайджана с Арменией идут столкновения? Война происходит. Или еще что-то в этом роде. Что такое большое внимание армяно-азербайджанским отношениям? Тут и госсекретарь Блинкин занимается. Тут, значит, и Макрон лезет со своими непрошенными посредничеством, еще чем-то. И другие лезут. Да занимайтесь своими делами. Дело-то, как говорится, выше головы. Украина горит. Ближний Восток горит. Значит, серьезные проблемы энергетические у Европы имеются. Поэтому в этом смысле участие Азербайджана на саммите Европейского политического сообщества, оно бы, в общем, не предполагало, что будет встреча на высшем уровне, значит, это успех. Не будет, значит, нет. Но нет и не надо. Есть вопросы, которые ведут переговоры МИД. Пусть и занимаются этим делом. Когда созреет вопрос для того, чтобы, значит, потребуются встречи на уровне первых лиц, пройдет такая встреча. Ну, а если Пашинян хочет непременно, значит, чтобы на этой встрече нарисовался его старшая сестричка Макрон, а Азербайджану это совершенно не нужно. А французам обидно, что они оказываются, значит, отставлены от этого вопроса. А там, значит, Британия появляется, а традиционное соперничество Франции с Британией, с Великой Британией. Ну, так ради бога, если Пашиняну это надо, ублажить каким-то образом свою старшую сестричку в лице Франции Макрона. Ради бога. Я думаю, что Азербайджану состоялась эта встреча или не состоялась встреча. Большой роли не играет. Ну, я думаю, что Макрон обходил нашего лидера стороной в связи с тем, что вот и в Баку прошло глобальное мероприятие. Старт дал бы новому процессу по анти-колониальной политике Франции. Да не только это. Мы вообще с Францией оборвали всю коммуникацию. Не имеет возможности министр иностранных дел Франции поднять трубку и позвонить своему коллеге в Баку. Настолько так они отяготили эти отношения. И точно так же французский президент не имеет возможности поднять трубку и позвонить азербайджанскому президенту. Когда они занимаются фактически провокационную позицию. Франция, значит, надувает щеки, говорит, что пошлет войска Украине. А потом выясняет, что Франция по объему оказанной военной помощи Украине на 14 месте. Значит, заявки Украины на самоходные артиллерийские установки Цезаря французы не исполняют, потому что не успевают. А для Армении, значит, 37 штук изготовить и направить французу могут. И когда, значит, нелепые обращения подписывают во Франции какие-то такие, ну, на мой взгляд, не очень умные политики и общественные деятельности, что надо отправить какой-то французский миротворческий контингент в Армению. Во-первых, для чего? Какой миротворческий контингент? Между кем и кем этот миротворческий контингент в Армении будет стоять? Интересно спросить. Во-вторых, французский, значит, легион иностранный пинками в самой грубой форме выгнали из зоны традиционной ответственности и влияния Франции в Северной Африке. Ничего не смогла сделать Франция. Собрали свои манатки и убрались оттуда. А теперь Франция нарисуется на Южном Кавказе. И кто ее там ждет? И что она там может делать? Там ведь нет логистики. Франция даже обеспечивает логистику какую-то, даже если вдруг какой-то контингент она туда ввела бы, не в состоянии. Рядом стоит Турция, рядом Азербайджан и наши военные возможности для Франции, ну, в общем-то, несопоставимые просто. Поэтому занимаются черт знает чем, но это назвать политикой, умной политикой невозможно. Ну, играть самолюбие французского президента. Так не нарывайся. Нарываешься – получай. В том числе и в своих заморских территориях. Азербайджан действует в рамках всех тех резолюций, которые приняты Организацией Объединенных Наций. У этих народов есть право на деколонизацию. И Азербайджан туда не посылает, значит, каких-то видных политиков или же какое-то там вмешательство в эти дела. Да, люди хотят, протестуют, хотят бороться и в рамках движения неприсоединения могут рассчитывать на политическую поддержку Азербайджана. Нравится это Франции или не нравится. А вот то, что французский парламент принимает решение о том, чтобы признать уже несуществующий, значит, сепаратистский режим, ну, в общем, это не делает чести и французским парламентариям тоже. Поэтому, ну, есть такой, значит, ну, принцип, что ли, взаимности международной политики. Делаешь – получай. Разумеем, кстати, во Франции прошли парламентские выборы и победили левые. Хотя по итогам первого тура правые были Лепен. По итогам выборов в целом она осталась на третьем месте, Макрон на втором. Что это вот означает в плане проведения дальнейшей своей политики в качестве президента Макрона? Простите, смотри, многие забывают, Макрон сам ведь откуда пришел в политику. Он же социалистом был. И у министра сделали, значит, во времена президентства социалиста Оланда. Потом он уже как бы в центр, значит, перешел там свою эту партию «Франция вперед» и прочее, прочее. Оторвал, значит, и от республиканцев, и от социалистов сформировал какой-то центр. Но сейчас этот центр его начал проваливаться. И он, оказавшись перед выбором, предпочел как бы скооперироваться с левыми. Хотя среди левых, ну, крайние есть. Там коммунисты, там, значит, Милан Шон, он, в общем, ну, даже больше, чем коммунисты, троцкист какой-то. И вот он с ними, значит, вступил в предвыборный, как бы, альянс для того, чтобы, значит, ну, что своих кандидатов отозвал в пользу, значит, левых. Левые, в свою очередь, там, где впереди были, значит, кандидаты от Макроновской партии, отозвали своих кандидатов в пользу них, и они смогли Мари Лепен как бы оставить в меньшинстве. Ну, а теперь ведь есть парламент, и он не знает, как сформировать правительство. Потому что по логике он должен предложить постпремьера-министра победителям левым. Он не хочет этого делать, потому что вообще-то сегодня реализовать левую политику во Франции очень сложно. Бюджетный дефицит достиг 120 миллиардов евро. По правилам, это больше 6% ВВП. По правилам Евросоюза он не должен превышать 3%. Ему надо обрезать социальные программы. Ему нужно сейчас там левый требует, чтобы вернули старый пенсионный закон, по которому французы уходили на пенсию в 60 лет, а по закону, который был принят во времена президентства Макрона, станет 64. И мы помним бунты, значит, разбитые витрины магазинов и прочие-прочие. Коктейли Молотова, которыми забрасывались полицейские. Вернуть обратно на 60 лет, тут уже начнут возмущаться северные страны, Германия, в которых пенсионный возраст 67 лет. Значит, и за счет бюджетного дефицита, который и так превышает норму, французы собираются, то есть это означает за счет стран, которые добросовестно и работают, соблюдают финансовую дисциплину, французы будут решать свои вопросы. Это очень серьезная проблема. Как он с левым большинством в своем парламенте будет решать проблемы, связанные с бюджетным дефицитом, с пенсионным возрастом и прочим вещами. Поэтому я думаю, что президенту Макрону лучше думать о своих делах и не совать свой нос туда, куда его не зовут. Я имею в виду Южный Кавказ. Азербайджан, хотел бы попросить вас прокомментировать новые шаги во внешней политике, экономике Азербайджана. Спикер парламента Милимеджиса Сахиба Гафарова заявил, что Азербайджан хотел бы вступить в БРИКС, а президент Алиев говорил, что мы хотели бы стать наблюдателями Шанхайской организации сотрудничества. Ну, в принципе, в моем понимании, БРИКС – это все же диалоговая площадка. Она не организация. И насколько я знаю, в БРИКСе формула такая – БРИКС плюс. Ну, грубо говоря, БРИКС – это первая пятерка, которой она сформировалась, остальные идут как бы довеском участия в этой, ну, скажем, диалоговой площадке. Ну, коль она расширяется и подобного рода встречи проводятся, там затрагиваются вопросы, касающиеся в том числе и мировой политики, но не только политики, это и экономика, это и проблемы, которые сегодня есть в международной торговле, коммуникациями, зерном, ну, я не знаю, болезни всякие. Азербайджан там может присутствовать. Но ожидать, что от нашего присутствия там, значит, ну, мы серьезно можем повлиять на повестку, которая рассматривается в рамках БРИКС, или что-то для себя оттуда извлечь, я думаю, что никто об этом не думает. Спрос в этом смысле, на мой взгляд, это более важная и для Азербайджана перспективная организация. Во-первых, она уже организация. Там есть структура. Во-вторых, есть у нас географическое соединение. Ну, что нас соединяет с Африкой? Что у нас, ну, я имею в виду Южноафриканская республика, или с Бразилией, или даже с Индией. То есть у нас нет географического даже сопряжения с этими государствами. А в рамках ШОС есть. И в рамках ШОС у нас есть интерес, в том числе и сопряженность с Центральной Азией. И я думаю, что Азербайджан не остановится на статусе наблюдателя, который мы сейчас запросили. Статус наблюдателя – это, в принципе, ступенька, прежде чем стать членами этой организмы. Для Азербайджана это интересно. Там есть коммуникационные проекты, которые для Азербайджана важны. В рамках ШОС есть наши стратегические партнеры в лице не только России и Беларуси. Ну, там есть Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. Но у нас есть, что вместе обсуждать. А теперь еще и с Китаем мы стратегическое партнерство подписали. Так что в этом смысле ШОС для Азербайджана, я думаю, что это будет важное направление наших внешнеполитических и внешнеэкономических связей. И не исключается, кстати, что в будущем ШОС может стать базой для создания вот наподобие ОБСЕ, которая охватывает Европу, структурой стать безопасность и сотрудничество в базе. Поэтому присутствие в этой организации, я думаю, что для Азербайджана важно. И оно будет укрепляться. Но я хотел бы обратить внимание на то, что, в общем, о намерении присоединиться к ШОС заявила и братская союзность для Азербайджана Турции. Когда Вы сказали, что общего между Баку, Бразилией и Южной Африканской республикой, Азербайджан, будучи председателем движения неприседения, активно и даже дважды, когда был непостоянным председателем в Совете безопасности, он продвигал их интересы. Азиатских, африканских. В том-то и дело, смотри, Расим, мы сделали большие инвестиции. Ведь никакая политика без инвестиций не проходит. В том, чтобы оживить движение неприсоединения. Во время нашего председательства эта организация как бы вернула глобальную политику. Мы сделали там инвестиции. Теперь давайте бросим все это и пойдем в Бриксе, и будем, значит, в партере сидеть и наблюдать, как там большая пятерка, значит, формулирует какие-то антизападные тезисы. Оно нам надо вообще? Ну, присутствовать можно, но связывать какие-то серьезные интересы с организацией, в которой, ну, в общем, наш голос теряется. Там заправляет как бы большая пятерка первая. Я думаю, что движение неприсоединения в этом смысле, в которую мы сделали большие и финансовые, и политические инвестиции, для нас должна сохраняться. Она для нас важнее. Так что тут, я думаю, что где-то мы делаем больше акценты, а где-то, на мой взгляд, Брикс, можно просто в качестве участника, ну, поучаствовать в каких-то саммитах, если они будут еще проводиться и будут интересны для нас. Я уверен, что вы с интересом и внимательно наблюдаете за процессами, происходящими в Соединенных Штатах Америки. Предвыборная гонка, в принципе, она уже началась. Покушение на Трампа, болезнь Байдена, его решение уйти, потом вернуться. Ну, я думаю, что мы с вами наблюдаем очень серьезные изменения функционирования демократических институтов, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, не только в США, и в европейских странах. Они дают сбои. Дело в том, что, ну, пока не были развиты вот эти современные средства коммуникации, особенно вот в социальной сети, любая политика, она могла быть серьезной в том смысле, что она должна была опираться на структурированные политическую систему в лице партии. Именно партии, они, в общем, как бы первичной сито определяли, значит, политика. Там формировались команды избирательные. И уже постепенно продвигались те или иные лидеры наверх. Сейчас в социальной сети создают возможность, когда человек, который практически ничем не был известен, мгновенно, значит, врывается в политику. И, в общем, ну, электоральный процесс избирается. Причем избирают все, не зная, какой у него бэкграунд, что он может, чего он не может. Потом сталкивается с проблемами. Я не хочу называть страны, но они все перед глазами. Когда вот так, ну, как недавно в Аргентине, бах, значит, без всякой партийной поддержки, значит, как ракета взмыл нынешний президент, в чем достаточно у него, скажем так, ну, очень популистская и крайняя фразеология и позиция. Распустить это министерство, отменить вообще аргентинское ПЕСО и перейти на доллар. То есть такие решения, которые для судьбы страны могут сыграть огромную роль, но они принимаются, я еще раз говорю, без того, чтобы просчитать ответственность. Когда политик опирается все же на какую-то партию, он, его однопартийцы понимают, что если он облажается, они все облажаются и уйдут с политической сцены. А там уже, скажем, есть какая-то политическая традиция, и они могут от неправильных шагов своих лидеров или остановить, или ограничить. Ну, а когда эта политическая сила превращается в заложника своего лидера, это очень серьезно может отразиться на функционировании вот этих политических институтов. Мы наблюдаем это и сегодня в Соединенных Штатах Америки, ну, которые, грубо так сказать, Трамп сейчас подмял под себя республиканскую партию, и все ее традиционные ценности, республиканской партии, они как бы сегодня отодвинуты в сто. Какой будет эта политика? Сегодня трудно сказать. Первый приход Трампа к власти в 16-м году, давайте посмотрим, кто оказался с ним рядом. Меттиус, генерал очень опытный, авторитетный, который стал во главе Пентагона. Это Рекс Тилерсон, это президент Эксун Мобиль, самой крупной нефтяной корпорации в мире, авторитетный очень человек, возглавил госдепартамент. Это Помпео, сенатор, известный, авторитетный, возглавил ЦРУ. Это не Кейли, которая отправилась представлять Соединенные Штаты Америки в ООН. То есть это все были системные политики. Правда, они все перессорились потом с Трампом, они вышли, пришли другие. Но в общем, команда республиканская вокруг него была. Ну, сейчас. Ну, взял он себе вице-президента, значит, напарником 39-летнего, практически не имеющего никакого политического опыта, человека. Да, написал книгу, которая стала бестселлером. Вырос в глубинке, да, пожил потом и, значит, в Калифорнии, в Штенстоне. Ну, у него нет никакого политического бэкграунда. Полтора года пребывания в Сенате ООН не дает необходимый политический опыт. Байден, прежде чем стать президентом, побыл 8 лет вице-президентом. И 30 лет до этого, значит, был в Сенате Соединенных Штатов Америки. У них есть политический опыт. У, значит, людей, которые сегодня волной выносятся наверх, они без политического опыта, но это всегда сопряжено с рисками. Насколько, ну, когда в маленькой стране, значит, происходит вот так вот, приходит группа политиков без опыта и начинает рулить, ну, может быть, и ошибки, но ведь, в общем, политика Соединенных Штатов Америки, она ведь не только для США, она для всего мира. И как она будет сейчас формироваться? Из кого будет формироваться политическая команда Трампа? То, что демократы проваливаются, это очевидно. Но для нас очень важно, кто будет строить внешнюю политику, экономическую политику. От того, что какая будет экономическая политика, зависит, скажем, ну, рынок ценных бумаг, доллар. Ну, это мировая экономика завязана во многом на вот те решения, которые принимаются в Соединенных Штатах Америки. И то же самое это касается вопросов и глобальной политики. Поэтому это очень важно. И тут мы видим, есть большие неопределенности. Ну, в условиях, когда есть неопределенности, ну, странам надо, мне кажется, проводить более консервативную политику для того, чтобы, ну, от рисков, которые не связаны с нашими решениями, себя по возможности оградить. Спасибо вам большое. И вот последний вопрос, наверное, связан с сотрудничеством и выстраиваемым отношением Азербайджана со своими непосредственными соседями. Мы восстанавливаем деятельность нашей депмиссии в Тегеране, будем строить свои взаимоотношения уже с новым президентом нового государства, Кизешкианом. А в Грузии, я думаю, что осенью ожидается горячие баталии, связанные с парламентскими выборами. И правящая партия Грузии, насколько я понимаю, она вот как бы копирует политику нашего государства, которая ведет сбалансированную политику взаимно-равноудаленности. И вот, наверное, та компания с Турцией и с Россией. Вот как мы будем в ближайшее время с этими четырьмя государствами выстраивать свои отношения с Арменией, понятно? Спасибо. Для азербайджанской внешней политики всегда присутствовало два компонента, очень важных, на мой взгляд. Это прагматизм, то есть мы старались максимально освобождать наши внешнеполитические отношения от какого-либо идеологического, скажем так, контриента. Ах мы за Запад, ах мы, значит, пророссийские или прокитайские или еще какие-то. Азербайджанская политика в этом смысле старалась быть свободной от идеологических путей и выстраиваться прагматично на основе согласования национальных интересов. Во-вторых, азербайджан всегда старался свою внешнюю политику выстраивать предсказуемо. Чтобы она была, скажем, и предсказуемая и все же рассчитана не на конъюнктуру, а на долговременные связи. И, в общем, мы смогли такие отношения выстроить. Но с Турцией это вообще союзнические отношения. Ведь они тоже дались не автоматически, они выстраивались. И сегодня они так выстроены, эти отношения, что даже если изменится, скажем, политическое руководство в Турции, эти связи, которые наработаны, и от них отказаться невозможно. Потому что есть материальная большая основа вот этих союзнических отношений. И сесть трубопроводов, и, значит, транспортные, и торговля, которая выросла, и взаимные инвестиции. Азербайджанские инвестиции в турецкую экономику больше, чем турецкие инвестиции в азербайджанскую экономику. Трубопроводы, которые соединяют наши страны, и эти военные, которые, можно сказать, интегрированы, это все уже такая база для союзнических отношений, которые одни конъюнктуре, значит, политической, не подвержены ни в Азербайджане, ни в Турции. Мы смогли выстроить предсказуемые отношения, партнерские отношения с Россией. И посмотрите, когда Армения там что-то пытается делать, что не нравится Москве, посмотрите, какая реакция из Москвы. Когда Грузия себе позволяет, посмотрите на реакцию из Москвы. Азербайджанов никто, не упреков, я имею в виду, на официальном уровне, никаких-то предупреждений не делают. Отдельные депутаты там пытались, я извиняюсь за это выражение, выпрыгивать из штанов и делать какие-то глупые заявления. Они получили очень жесткую откровенность из Азербайджана, а кое-кого мы заставили потом выходить в эфир и извиняться за свои глупые угрозы. Чуть ли не ударно нести по азербайджанской защите в тяной инфраструктуре. И полный бред был. Его заставили извиняться и ему сделали предупреждение. Умолили, по-моему, из института. Нет. Из института это другое. А Михаил Дегтярев, который выходил, это зампредседатель комитета Госдумы и говорил глупости. Его заставили извиниться за свое поведение. И другой тоже вышел, попытался, значит, сверху вниз с Азербайджаном, получил жесткие ответы за Азербайджан. То, что мы на уровне тех лиц, которые формируют, определяют политику, у нас в России есть взаимопонимание, взаимоуважение. Посмотрите, как принимают азербайджанского президента в России и как принимают другие. Это контрастное отношение, это дорогого стоит. И, скажем так, высокую субъектность азербайджана, и внешнеэкономической, и внешнеполитической деятельности, она признана, принята. и это, конечно же, позволяет Азербайджану себя достаточно самостоятельно вести в тех или иных случаях. С Грузией, я думаю, что независим. Во-первых, ну, высока вероятность, что правительство, которое существует, оно, в общем, сохранится, я имею в виду правительство грузинской мечты. Во-вторых, смотрите, и в Грузии, и в Азербайджане уже много раз менялись и первые лица, и правительство, значит, но очень короткое время любое правительство осознавало необходимость стратегического партнерства Азербайджана и Грузии. И в этом есть, ну, скажем, геополитика на дикторе. Азербайджан и Грузия это две половинки моста, которые соединяют Каспий и Черное море, а в более широком контексте Европу, Южную Европу в первую очередь, и Дальний Восток. Половина моста никакой цены не имеет. Мост ценен и имеет геополитическое значение вес только когда он единый. А это означает, что это возможно только если будет крепким, предсказуемым, долгосрочным стратегическое партнерство Азербайджана и Грузии. Поэтому я полагаю, что, ну, могут быть, приходят новые люди, особенно часто они меняются в министерствах, допустим, в Грузии, но через очень короткое время восстанавливается коммуникация, и это очень важно для того, чтобы поддерживать в постоянном режиме рабочие отношения. Я думаю, что и с Грузией в этом смысле так и будет. К сожалению, мы наблюдали, как отягощались отношения Азербайджан с Ираном. Попытки были сверху вниз разговаривать с Азербайджаном. Ну, в общем, мы их как бы поставили на почву реальности. поняли, что с Азербайджаном это не проходит. И мы увидели, как от прежней вот этой виторики попытки разговаривать с Азербайджаном свысока, оказывать на Азербайджан убавление, вынуждено было иранское руководство отказаться и выбрать курс на нормализацию отношений. Ну, сейчас они как бы с этим негодяем, который совершил террористическую атаку на Азербайджанское посольство, принято решение, его вообще казнить должны. Это решение пока не исполнено, но обычно подобного рода решение, смертные приговоры, ну, сразу бывает так, что от решения до исполнения проходит не один год. Такое это в принципе принято, да, он должен быть еще раз о свидетельствах здоровья, не знаю что, психической его нормальности и прочие вещи. Ну, а для посольства уже, да, выделили место, которое из точки зрения безопасности и вот всех других отношений Азербайджан устраивает. Я думаю, что в ближайшие дни наше посольство возобновит там деятельность. Понятно, что даже если бы президент не изменился, Райси уже покойный вот этот курс на нормализацию отношений с Азербайджаном принял, они там поняли, что альтернативы нет этому курсу. Это нужно и Ирану в первую очередь, и с точки зрения экономической и политической. Поэтому я думаю, что отношения с Ираном ну, не без проблем будет, опять же. Но тем не менее, прагматизм в этих отношениях тоже будет усилиться. Но сейчас надо важно, чтобы они мосты через, значит, в районе Агбэнда, значит, вместе с Азербайджаном завершили, для того, чтобы, ну вот, дорога, которая сейчас из Нахичевани в Азербайджан, значит, на основную территорию, ну, занимает там, чуть не надо, 150-200 километров через территорию Ирана проходить, она будет сокращена до, там, 45-50 километров. И это, в общем, для нас важно. Я думаю, что мы этот проект в этой части реализуем. А впереди еще другие проекты есть. Они касаются и энергетического сектора. Мы ведь до сих пор с Ираном свои интересы на Каспии не размежевали. Мы это сделали с Россией, с Казахстаном, а вот с Ираном и даже с Туркменистаном до конца этот процесс еще не проведен, хотя уже Каспийская конвенция принята. Но там, на основе этой конвенции надо практическое размежевание интересов. Я думаю, что они стоят в повестке дня. Потом проект «Север-Юг», он стоит в повестке дня. Потому что мы на своей территории всю работу самостоятельно будем, делать на иранской территории, Россия, вместе с Ираном должны эту работу завершать. Ну, при всех случаях мы на нашей части всю работу сделали и дополнительно будем пропускную способность вот этого коридора по нашей территории расширять. То есть, при всех случаях, я думаю, что геополитические, экономические реалии, когда принимаются, как говорится, в расчет и они превалируют на различного рода идеологическими схемами, найти общий язык, выстроить правильную политику можно. Ну, во-всё-таки для азербайджанской внешней политики ориентир в первую очередь вот эти. Спасибо большое, Расим Налин. Пожалуйста, Расим, будь здоров. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с депутатом Мили Медлиса, политическим аналитиком Расимом Мусадековым на моем авторском телеканале «Современный разговор» с Расимом Бабаевым. Ещё раз благодарю вас. До новых встреч. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Продолжение следует...